Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Стратиева Ольга Валентиновна. Я доктор-отоларинголог, доктор медицинских наук, профессор хирургического центра СМ-клиники НОВДНХ. Мы сегодня с вами поговорим о том, что такое тимпанопластика и при каких проблемах мы проводим в нашей клинике эти операции. Тимпанопластика – это реставрация или реконструкция всей системы среднего уха, барабанной перепонки, слуховых косточек, состояние лабиринтной стенки, проходимости слуховой трубы и так далее, и так далее. При каких ситуациях мы проводим у каких пациентов? После травм с разрывом барабанной перепонки, с повреждением под вывихом наковальни молоточка, под повреждением косточек слуховых, после перенесенных эксудативных отитов, когда возникает осложнение в виде тимпаносклероза или адгезивного отита, когда перепонка полностью прилипает к внутренним структурам барабанной полости, после перенесенных хронических отитов, с перфорацией барабанной перепонки, с разрушением самих слуховых косточек, с последствиями гнойных отитов в виде фистового лабиринта, после осложнения в виде пореза лицевого нерва и у человека после холестотома, как следствие хронического гнойного отита. Вот весь комплекс, который мы используем. Как проводятся методики? Методики проводятся внутри уха, называется эндурально, или заушно. В зависимости от проблемы, которую мы решаем, иногда приходится сначала делать санирующую операцию, а потом уже тимпанопластику в один этап. Если 20 лет назад, 30 лет назад это делали два этапа, например, санирующую операцию первым этапом, а через шесть месяцев тимпанопластику, то сейчас это все можно делать в один этап. Какие материалы мы используем при тимпанопластики? Мы используем материалы самого пациента, например, достаем разрушенную наковальню, обтачиваем ее алмазной фрезой под микроскопом и снова имплантируем человеку. Используем аллогенные материалы, это аллопланты, с помощью которых мы делаем барабанную перепонку и звукопроводящие структуры, височную фасцию самого пациента используем. Мы еще применяем и протезы, которые, значит, курцевские протезы Германии, или французские протезы, или американские. Это протезы, которые позволяют при полном разрушении слуховой цепи заменить, например, всю цепь косточек, называется торп-протез, или порп-протез, когда отсутствует одна или две слуховых косточек. Вот, дорогие друзья, обратите внимание протезики, примерно, которые мы используем во время тимпанопластики, когда полностью отсутствует цепь слуховых косточек, вот эти два. Это используем при стопеде пластики. Видите, желатинчик укрепляется на подножную пластинку, а крючочек на длинную ножку наковальни. Это также используем при отсутствии одной косточки, заменяет нам цепь проводную, при отсутствии половинки слуховой косточки. Данный протезик используется при протезировании головки молоточка. А вот этот шунтик устанавливается у пациентов при операциях по поводу болезни Миньера. Обратите внимание, как малые размеры, если размер одного стремени только два миллиметра. Естественно, весь комплекс операций проводится под микроскопом с прецизионной техникой, микроскоп ЦАИС с микрохирургическим, отохирургическим инструментарием. Это книга моего учителя, издана в Париже. Здесь имеются ссылки на мою диссертационную работу, на мои методики операции и классификацию. А вот как раз симпанопластика, о которой я рассказывала. Вот видите, разрез, и у человека берется височная фасция для того, чтобы сформировать барабанную перепонку. Вот обратите внимание, у человека перфорация в барабанной перепонке сейчас будет проводиться ее пластика, закрытие. Вот как выглядит укладка лоскутов, чтобы сформировать новую барабанную перепонку. Время пребывания в клинике после симпанопластики жители Москвы составляют 2-3 дня. Из других регионов, например, Сахалина, Камчатки до 5-6 дней. Наблюдаем до 5-6 дней. Дорогие друзья, если у вас есть проблемы, вы страдаете хроническим атитом, ходите с перфорацией в барабанной перепонке, у вас начались ушные шумы, головокружение, мы вас просим не затягивать эту ситуацию, а вовремя обращаться к врачу-сурдологу для исследования слуха и театру-отохирургу. Благодарю вас за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова